Следующая тема это сибирский город Киселевск, многие жители которого обратились письмом канадскому премьеру Трюдо и в Организацию Объединенных Наций, чтобы их переселили из района экологического бедствия на Кузбассе в Канаду, поскольку климат там похожий. Ну, надо сказать, что тут комментарии довольно разные, зачитаю их с той и с другой стороны. Орсо Бланко пишет, уедут в Канаду, потом в колорадках с дедом на палке будут кричать «Путин, веди!» Ну, войска, по-видимому, имеется в виду. Что они сделали, чтобы жить по-другому? Они сделали все, чтобы жить именно так. Русских не надо никуда пускать, а то за ними приходит русский мир, и тогда придется местным искать себе другой дом. Ну, вы знаете Орсо Бланко, я давно заметил, что русские люди, когда они оказываются в человеческих нормальных обстоятельствах, при хорошем менеджменте, при заботливом правительстве и так далее, они, в общем-то, становятся гораздо лучше, они становятся мягче, они как-то перестают воровать, они перестают вот быковать и быть жлобами и так далее. Конечно, это не всех касается, но в общем и целом я бы не сказал, что быть русским – это значит обязательно быть жлобом. В общем, вовсе нет. На самом деле русские люди хороши, просто вот со средой им очень не повезло. Стингер Хук пишет в том же духе. Выбрали Путина, а сами хотим в нормальную страну. Начнете там с русскими флагами ходить. Ну, в общем-то, примерно то же самое. Ну, есть, конечно, и такие. Да, я видал, скажем, в городе Лондоне, в городе Парижа русских таких тетенек в очень дорогой одежде. И вот они вот с этими триколорами, колорадскими ленточками и так далее. Ну, не знаю, может, это, правда, жены каких-то олигархов, этих единороссов и так далее, мне трудно сказать. Но, да, бывают и такие русские, на которых даже хорошее отношение не влияет, к большому сожалению. С другой стороны, любая семья содержит в себе немалое количество уродов. Это касается не только русских, это касается и американцев, и французов, и кого угодно. Джулия Двойрис. Кажется, у канадцев кончилась их комфортная, спокойная жизнь. Такую духовность им не пережить. Да, ну вот, все в том же духе. Но вы, Юлия, за канадцев так особо не беспокойтесь. В Канаде, на самом деле, русских живет огромное количество. Скажем, в городе Торонто, где я последний раз был совсем недавно, буквально пару-тройку месяцев назад, в Торонто проживает больше русскоязычных людей, чем во всей Великобритании. Порядка трехсот пятидесяти тысяч. В одном городе Торонто выходят русские газеты, журналы, русские супермаркеты, клубы, все такое прочее. Надо сказать, что никак вот эти русские люди город Торонто собою не испортили. Насчет духовности мне сказать трудно. Я уверен, что там есть какие-то русские духовные институты. Может, там церквушка какая-нибудь православная стоит. Я сам лично не видел. Во всяком случае, вони от этой духовности точно не исходят. И хотел бы я закончить этот блок отзывов высказыванием Алеши Поповича. Здрасте, известный богатырь. Алеша Попович взорит в корень, а именно к причине того, что люди хотят уехать из России за океан. Он обращается к руководству. Сказочный многоточие и его шобла. Не уничтожайте болота и леса России. Где же вы потом будете прятаться? Молодец, Алеша, согласен. Но я думаю, что вы как богатырь, даже если они спрячутся, их нагоните. Ну, а меч пика и лук со стрелами смогут пригодиться. Вы смотрите АРУ-ТВ АРУ-ТВ